Девочка-пай Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Без комментариев. В нашей постоянной рубрике мы расскажем о богослужении в канун Сретения Господня в Тремифунском храме-металлоплощадке, которое совершил глава Кузбасской митрополии. Святые неразделённые церкви. В Кемеровском областном музее изобразительного искусства открылась международная выставка. Победителям Кузбасской литературной премии имени святителя Павла Тобольского посвящается. В Епархиальном музее состоялось торжественное мероприятие по открытию новой экспозиции. Что вы помнили? В селе Старопестерёво открыли экспозицию, посвящённую герою Советского Союза Григорию Ямышеву. Казанский лыжный ход. Большой двухдневный спортивный праздник состоялся на приходе Кемеровского храма Казанской иконы Божьей Матери. Кемеровского храма Казанской иконы Божьей Матери. Храма Казанской иконы Божьей Матери. Алилтория, 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 Воскреси Господи, спасибо! Алилтория, 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 Воскреси Господи, спасибо! Алилтория, 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 Воскресение Господи, спасибо! Субтитры подогнали Симон. 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 Верхотомка Кемеровского муниципального округа. Завершилось мероприятие чаепитием в епархиальной трапезной. В Кузбассе продолжается историко-патриотический проект «Кузбассовцы. Незабытые герои Советского Союза». Благодаря инициативе депутатов области в порядок приводят места захоронений наших славных земляков и открывают экспозиции их памяти. 13 февраля в селе Старопестерёво Беловского района вспоминали героя Советского Союза Григория Яковлевича Янушева. 4 декабря 1944 года гвардии капитан Янушев вместе с тремя связистами под огнём противника переправился через реку Дунай. Неподалёку от берега лодку опрокинуло взрывом. Командир был ранен. Несмотря на обстрел, все они сумели добраться до берега и обеспечить наших десантников связью с командованием дивизии. За сутки фашистская артиллерия и авиация четырежды повреждала связь, однако под руководством гвардии капитана Янушева её оперативно восстанавливали. За эту операцию Григорию Яковлевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Караул! К салюту готовься! Огонь! 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 Достями мероприятия стали депутаты уголсовета, педагоги, член Совета старейшин Кузбасса, заслуженный учитель России Нина Васильевна Бублик, труженицы тыла Александра Степановна Сапетова, представители молодёжных и общественных организаций. И жили рядом. Григорий Яковлевич по характеру очень добрый человек был. И он своим званием Героя Советского Союза никогда не кичился, ни гордо себя не бёл. Был очень простым человеком. Наш проект заключается в том, что у нас вообще, я хотел бы сказать, изначально, кузбассов Героев 246 в Кемеровской области, но 37 похоронены в Кемеровской области. И мы каждому Герою Советского Союза открываем такие выставки. И хотели бы, чтобы, ребята, вы в будущем ухаживали за захоронением. Я хотел бы, чтобы вы эту память передавали из поколения в поколение. А ещё раз хотел бы сказать вам всем огромное спасибо, кто принимал в этом участие, потому что без вашей поддержки этот проект не состоялся. Спасибо большое. После войны гвардии майор Ямушев по состоянию здоровья уволился из армии и в 49-м году переехал в Кемеровскую область. Он был инструктором Беловского райкома партии, редактором районной газеты. Жил в Белове вплоть до 11 февраля 1978 года. Отныне, благодаря открывшейся в местной школе экспозиции, посвящённой жизни и подвигу Григория Яковлевича, память о нём навсегда останется с его земляками. Нет в России семьи такой, Где б не память, где б был свой герой. И глава молодых солдат С фотографий купятших глядят. Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть, Ни спути, свернуть. Мальчишки, взрослые, подходим, не стоим, ладно там? Иди сюда! В Кемерове на приходе храма казахской иконы Божьей Матери Прошёл масштабный спортивный праздник Под общим названием «Казанский лыжный ход». Он был приурочен ко Всероссийскому дню зимних видов спорта, Посвящённому шестой годовщине проведения 22-х Олимпийских зимних игр И 11-х Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Праздник продолжался два дня. 14 февраля прошли открытые соревнования по лыжному спорту, А 16-го, после воскресного богослужения, Разнообразные состязания по перетягиванию каната, Сдаче нормы ГТО и другие спортивные развлечения В виде катания на тюбингах и охотничьих лыжах. Организаторами этого буйства здоровой энергии Стала спортивная школа Олимпийского резерва по зимним видам спорта, Федерация лыжных гонок, отдел по делам молодёжи Кемеровской ипорхии, Переход храма Казанской иконы Божьей Матери. Когда я был маленький и учился в средней школе, У нас был такой девиз, я думаю, по всей Сибири, Кто постарше помнит, сибиряк, значит лыжник. Потом одна новосибирская панг-группа перепела «Живёшь в Сибири, становись на лыжи». Так что сейчас встанем, пройдём, А на самом деле вот эта известная всем пословица «В здоровом теле здоровый дух» полностью звучит несколько длиннее. «В здоровом теле здоровый дух – великое благо». И это дар Божий. Поэтому будем поддерживать здоровье тела через здоровье духа И получать благость Божию. У отца Дмитрия возникла такая идея провести казанский лыжный ход. Олимпийский совет Кемеровской области поддержал. Мы учредили призы. Радостно, весело всем. Кто-то, если даже первый раз уже в такую погоду прекрасную, И так, получив заряд такой эмоций, захочется ещё раз. Это же хорошо, когда действительно мы, живя в Сибири, И используем наши бескрайние снежные поля, Самое простое. Взял лыжи, пошёл покатался. После приветствия выступающие поддержали участников казанского лыжного хода личным примером. Вместе со всеми они отправились на лыжи к святому источнику в честь казанской иконы Божьей Матери. Участники преодолели более трёх километров, Наслаждаясь солнечным воскресным днём. Потому что это здоровый образ жизни, я давно не каталась на лыжах. Вспомню старое. Я занимаюсь лыжами, мне нравится, что... Мне нравится, что здесь все, что очень хорошо заниматься спортом. Вот. Ну, впечатление нормальное. Устал маленько, и всё. По возвращению от источника участники лыжного хода смогли подкрепиться выпечкой, бутербродами и чаем, приготовленными силами прихожан. За трапезой лыжники делились впечатлениями и выражали надежду на то, что подобные состязания на приходе станут традиционными. За участие в казанском лыжном ходе Олимпийский совет вручил его участникам диплом Олимпийского комитета России и сладкие призы. Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом у меня всё. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok